здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ведущие эдуард брумер и геннадий брумер сегодня мы беседуем с журналистом публицистом телеведущим и самое главное политтехнологом глебом павловским для олегович добрый вечер добрый вечер а гляб олегович большое спасибо что вы нам уделили внимание за эту возможность с вами побеседовать поднять для нас временно для нас это очень для наших очень важно и для наших радио слушателей те кто смотрит нас на youtube канале а гляб олегович первый вопрос мы все очень хорошо изучали историю в советском союзе она хорошо преподавалась и знаем что а главное событие предшествующие революции это всегда такие внешние факторы я имею ввиду и революцию семнадцатого года и революция которая была французская революция на ваша 91 даже 91 года но в принципе будем так говорить его на сегодняшний день внешний самый главный внешний фактор это к вид то есть то что захватила весь мир болезнь которая весь мир может ли это способствовать каким-то пир я выражусь мягче способствовать каким-то переменам в россии или это может быть такой а взрыв революционного плана все может быть но скорее наоборот пандемия создала какую-то родную стихию для нашей власти которая вообще обожает чрезвычайные поважения а тут не надо его создавать оно пришло само к тебе в руки так что это такой хороший способ дисциплинировать людей революции здесь и не пахнет все максимальный протест которого можно ждать это отказ одевать маску что мы видим довольно часто поэтому нет здесь нет какой-то прямой связи очень покладисто население россии принимает новые правила игры и она не может спорить с ними тебе говорят ты что смерти хочешь стариков свои и бабушек своих спорить невозможно поэтому все в руках власти для париж несколько лет назад точнее в 2018 году в преддверии президентских выборов вы давая интервью телеканалу дождь на вопрос а стоит ли переизбираться на четвертый срок владимир путину вашем ответе чувствовалось раздражение и как мне кажется даже разочарование а первый вопрос вы до сих пор считаете что владимир путин не стоило идти снова на президентский срок и тогда же вы выразили мнение что если в этот срок вот сегодня владимир путин не выберет себе преемника то уже близкое окружение будет и выбирать и человека который придет ему на смену ну все все ошибки уже сделаны конечно этот четвертый срок это время упадка очень явного упадка президента уже не контролирует почти ничего действуют все кто собрал полномочия прерогативы в руки стяну к себе путин даже не делает по моему вид что он реально правит реально управляет чем-то и в развале в общем все управление экономика и внешняя политика поэтому что-то можно сказать мне грустно это был когда-то это был сильный политик а сегодня он может не хочет что хочет но он не знает что хочет так что я думаю это все закончится для него печально но скорее всего не революции революционеры это его революционеры это те кто его окружают сегодня но вы считаете его ближний круг уже занят поиском преемника наследника следующего человека или еще нет конечно они заняты тем как устроить новую власть дело в том что никакой преемник здесь невозможен эту груду полномочий который путин даже в лучшем состоянии уже не мог нести тащить использовать ее нельзя просто передать другому это смертельная опасность как это все передать другому да он натворит делов поэтому речь идет о какой-то перетасовки схемы власти верху который бы сделала путина простые излишним а он впрочем и так излишним так что да конечно этим заняты все хочет остаться в отличие от него хочет остаться там где находится для полегович а короля играет свита насколько это серьезная игра в отношении владимира путина и может вы скажете кто является главными игроками в этой свете может быть это три может быть пять человек нет я я не знаю кто выйдет в итоге понятно что это сегодня круг людей которые делают бизнес именем путина вы их всего там человек 57 несколько человек в администрации президента и пяток в совете безопасности так что если говорить о такой о коллективном путине то он где-то там находится но дело в том что коллективный путин не может выбрать преемника потому что они тут же все переругаются каким образом могут договориться там кадыров кириенко и сечин по поводу преемник то есть и каждый из них может быть себя видит но но не допустит другого тут поэтому проблема звучит несколько иначе выходит подымается управленческий класс который просто сегодня не может заниматься делом не может управлять и мне кажется это более сильная так сказать вещь чем какие-то интриги в кремле в кремле всегда были интриги подымется управленческий класс втайне не признаваясь в этом но фактически начинают готовиться губернаторы многие не знаю сколько их это же неизвестно они не могут признаться в этом это суицид политические а может быть и не политические так что они молчат но они готовятся выйдут много людей конечно кто-то из оппозиции тоже появится но навальный очевидно для поляга чем отличается ранний путин от позднего путина вот если употреблять такой политологический термин а вы единственный человек который можете четко дать аналитику по вот этой вот существенной тяжеловесной личности в россии ну вы знаете светском союзе в клиниках висели такие просвещенческие плакаты санитарные там вот и и печень здорового человека вот легкие и печень и алкоголика они сильно отличались вот это просто другой человек это то было в принципе здоровый человек и сильный политик с видением с юмором внутренним и с юмором по отношению к самому себе тоже это у него вообще пропало начало первые два срока президентских со всеми там косяками ошибками это были общем неплохие времена и их нельзя объяснить только стоимостью нефти он он строил как бы такой какой-то мирное хотел построить мирное общество даже в чечне достаточно криво косо замерив чечню чеченцами и фактически отдав полный суверенитет внутри но все равно он добился мира мы все хотели уже мира в это время ну вот а потом сегодня это другой человек он он живет в своих как бы представлениях в своих каких-то видениях россии читает он видимо плохие книжки по русской историку это папа фикшен я не знаю что он читает но судя по тому что он говорит о русской истории это хоть святых выносит это результат не в какой-то внутренней порчи а конечно развращение мы развращали я в ком-то смысле наверное тоже в какой-то степени может быть не успел достаточно сильно а вот развращали его вот этим величием величием и когда величие то удобная вещь потому что это отсекает президента от всех остальных если он велик то всегда есть пара человек рядом с его ушами сегодня это человек опасный для себя и для страны и а за него держится вот это вот группа тесный круг друзей и товарищей которые собственно говоря для которых он это бизнес они берут его прерогативы и монетизирует их превращает их в бизнеса себя в неприкосновенных это очень мощный вид коррупции гранд коррабшин поэтому они не могут допустить что он просто взял повернулся и ушел для полегович продолжая тему владимира путина а как вы думаете в какое время владимир путин поверил свое мессианское назначение то есть знаете когда человек приходит политику всегда думает о своем месте в истории что после него останется такое чувство что владимир путин решил что вот он такая для россии миссия спасать спасатель вот как вы думаете в какой период времени это произошло с ним ну я думаю что перелом произошел во время тандема медведев путин когда медведев был президентом а путин пожалел 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 что не осталось на третий срок там где-то были серьезные серьезные сломы у обоих у обоих потому что они построили патологическую систему в которой как же каждый глядя на другого просто отравлял себя все это кончилось как известно рокировкой и в общем путин вернулся на третий срок уже другим человек он уже не интересовался миром стране и за ее пределами то есть он интересовался миром но не миром в смысле peace для полягочь на прошлой неделе было объявлено о том что будет создан такой орган как госсовет это предполагалось в новой редакции конституции как бы вы вообще отнеслись вот к этому органу конституционному органу где здесь место для владимира путина и насколько тяжеловесным и решающим будет этот орган структуре российской власти проблема всей этой правки конституции в том что она шизофренично с одной стороны мотивом ее исходным тайным мотивом ее конечно является подготовка истеблишмента к уходу путина но она устроена так что вся пронизана его присутствием то есть он должен весь этот громоздкий чудовищно громоздкий аппарат обслужив госсовет поэтому как бы он не задумывался изначально превратился в нечто необыкновенное это такая система где все так сказать все должно быть отдельно уточнено неизвестно чем именно и как он будет заниматься известно что руководителем его должен быть президент уже поэтому это не может быть то место куда путину идет после своего президентства его по должности возглавляет президент значит зачем что он там делает в общем все что содержится в законе уже сейчас делает администрация президент а и при этом госсовет находится при администрации президента тот организационно обеспечивает это организационно обеспечивает госсовет ну в госсовет внедрены такие вставки что даже свой план он не может вырабатывать сам этот план он для него вырабатывает президент это все это очень странная структура это пустая структура знаете как часто в 90-е годы создавались такие пустые фермы под разного рода возможные схемы не вполне легальной деятельности вот я думаю что это что-то такое никакой он ничего не вносит нового в систему власти и ничего не дает собственно говоря путину поэтому я думаю что это такая система где должны кабинеты получить и должности его друзья вот те самые люди из из его круга и все ротенберги ковальчук и так далее они получат кабинеты там и и тогда уже будет снят вопрос а что они делают в кремле вот но больше всего практически разглядывая эту этот закон мне кажется что он очень похож на похоронную комиссию по функции для полегович а насколько серьезно нужно относиться к фигуре михаила мишустина является ли он серьезным игроком либо это такой технический премьер на какое-то время которые которые можно будет потом заменить на того же преемника может быть краткая характеристика этого человека на ваш взгляд но когда-то путин тоже был техническим преемником техническим премьером в начале поэтому мишустин не производит на меня впечатление технического премьера и во всяком случае не в этом качестве он был так сказать извлечен путиным и поставлен вопреки ожиданиям насколько я понимаю близких его коллег на пост премьера я думаю что если сейчас допустим досрочно прошли бы выборы президента почему-то были назначены и прошли то с высокой вероятностью именно мишустин стал его президентом я не работал с ним мне трудно сказать как бы каков он работе но конечно он умеет строить системы этого у него не отнимешь он построил систему налоговой службы отладил ее в общем идеально несколько настораживает что все его удачи в основном в способах извлечения наличности у населения а не способе обогащения населения во всяком случае первое получалось у него значительно лучше но тем не менее он умеет работать с людьми он управленец это очень важно он не мечтатель не геополитик рехнувшийся не мистик вот он управленец высокого класса и общем управленческий класс был бы рад видеть его президент для полегович может быть не очень простой вопрос для вас а изучая биографию михаила мишустина в википедии даже не изучая просто читая его биографию я понимаю что он человек не титульной а будем так говорить нации для россии то есть у него родители не является русскими а насколько это может повлиять именно на то что он может стать преемником владимира путина стать президентом насколько для народа российского это может быть важно для народа это совершенно неважно потому что у нас ну есть такие знаете простые тесты социологические там хотели бы вы и вы видеть представители другой национальности например еврея там своим родственникам мужем своей дочери тогда они показывают полная индифферентность население россии к этим проблемам там уже начинаются проблемы начинаются с горскими народами более сложные а вот так что я не думаю что это вообще может быть основанием для чего-то кроме интрига и 3 конечно для интриг это вполне себе тема но я чего-то упал у путина я этого недостатка я не замечал поэтому не знаю понимаете когда начнется свалка она начнется скоро то там будут выскакивать самые разные вещи и как бы из будут доставать из шляпы не столько кроликов сколько скелеты но я не думаю что это будет важные проблемы происхождение мишустин но у мишустина совсем нич ничто не гарантированно даже если бы представить себе что путин хотел бы видеть его преемником но представление о преемнике у путина и у его друзей конечно будет различным для полядач мы сейчас уйдем на рекламную паузу небольшой и через пару минут вернемся пожалуйста не отключайтесь спасибо большое мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго ведущий эдуард прумер и геннадий сегодня мы беседуем с политтехнологом журналистом публицистом глебом павловским для полегович там для полегович такой вопрос сразу хотел бы задать российская элита и высшая власть в россии это все-таки одно и то же или нет и каково истинное настроение сегодня в российской элите не полагаясь на скажем так социологические опросы на первую половину вопроса ответить легко это конечно разные крылья потому что связаны они только одним близостью к деньгам одни ближе к ним другие дальше одни их делают с помощью власти а другие получают с той же помощью с помощью близости к бюджету но все-таки власти у них при этом нет а что такое близость это такая гиперлояльность готовность принимать все происходящее как факт не спорить признавать первенство путина что это такое не вполне ясно но как бы это условия лояльности в нашем понимании но это разные люди то есть короче говоря есть те кто может овладев президентскими прерогативами их применять и я них применяют в своих интересах а есть те кто просто получает ренту с этого процесса настроение это другой вопрос настроение там всегда тревожное там всегда ждут угроз это любимое слово в этой среде угрозы покушения на прерогативы вот народ ненадежен так сказать все корпорации общественные ненадежные тем более и вот в то же время надо организовывать выборы наша тирания выборная электоральная поэтому вот все кто вовлечен во власть они непрерывно готовят организуют выборы федеральные региональные местные городские и так далее но все это восходит кремлю где полегать мы немножко оставим россию и обратимся к белоруссии очень ситуация где очень тяжелая бы сказал сразу хочу вам сказать что александр лукашенко я обозначаю как гауляйтера то есть я не считаю его президентом но то как он применяет к силу неадекватную абсолютно жестокость своему народу иначе как обозначить я его не могу это я просто говорю и вы можете меня конечно поправить остается пять дней после ультиматума а светлана тихановской белорусской власти и лично естественно лукашенко как вы считаете может ли этот ультиматум на что-то повлиять насколько он серьезен и насколько серьезные санкции запада в отношении лиц и окружения лукашенко и вот особенно отъезд послов из минска но здесь несколько разных вопросов вообще мало кто президентом в том числе и вот результат и потому что в первые дни после выборов он действительно потерял какое-то моральное право быть президентом в любом случае но он не является гауляйтер это подчиненное лицо это человек поставленный фюрером а у лукашенко нет фюрера он скорее такой взбесившийся маленький фюрер и но он очень хитрый это показали особенно последние одни он одновременно не идет на какие-то ком сны и варианты которых было много уже у него он не идет на них потому что хочет оставить управление процессом своих руках это его ошибка ему ему не надо было этого делать те теперь он вынужден как-то имитировать конституционный процесс при этом так чтобы этот процесс не свелся к простой вещи его собственному уходу вот но мы видим что он делает он он идет ради этого на эксцентричные шаги подобно разговору в тюрьме с политзаключенными и освобождение не освобождение а такое полу освобождение некоторых из них в явной открытой надежде внести раскол в руководство оппозиции а то есть он играет на грани фоу и пожалуй уже за грани но это не значит что он уже как бы приготовил себя к тому чтобы уйти это не факт а тут возникает фактор оппозиции сможет ли она этого добиться ну ультиматум тихановской эпох мы что он был более уместен бы но это моя точка зрения естественно раньше где-нибудь месяц назад а то и более того еще в августе когда страна была раскалена сейчас уже обрисовались какие-то группы которые колеблются переходить ли им на ту или другую сторону или выгоднее оставаться то что они не ушли до сих пор это конечно ну политический недостаток белорусской оппозиции хотя она производит прекрасное впечатление прекрасная миролюбивая вот буквально как говорится оппозиция мечты но это имеет свою обратную сторону укашенко играет грязно цинично азартно вот уже видно сейчас что он пойдет дальше что он не намерен освобождать свое место и ультиматум тихановской это тоже азартный ход ему теперь надо показать что этот ультиматум сорван то есть ему главное чего ему надо добиться это того чтобы не началась все белорусская забастовка у него неплохие шансы этого добиться сказать начнется она или нет по призыву тихановской я не могу это это как бы такая тайна революции совершенно невозможно понять не почему в одних случаях революция вспыхивает каким образом почему именно в этот момент с этими людьми и почему она может как-то угаснуть но понятно что назад берусь уже не вернется это совершенно очевидная вещь то есть у лукашенко все-таки есть мысль что можно какими-то подачками вернуть людей в стоило это уже не получится как вы видите разрешение конфликта на южном кавказе между арменией и азербайджаном за которым стоит как известно турция и почему российская власть как нам кажется не проявляет особой активности то есть есть какие-то поползновения такие небольшие но голос кремля как-то не особо слышим ну во первых россия не может сделать выбор между азербайджаном и армении это как бы невозможный для москвы выбор потому что до сих пор это два достаточно близких но армении просто союзник а азербайджан очень дружественная страна москве именно москве а значит появление фактора турции добавочно меняют ситуацию невозможно решение обход турции они не договорятся в обход турции армения и азербайджан азербайджан не может отступить здесь уже фактор внутренней политики алиева он не может просто отступить ничего не получив значит тогда это просто катастрофа алиева и ему придется так или иначе уходить либо полностью терять авторитет и что он этого не может себе позволить турция играет не за алиева турция играет за себя она перемещается расширяет зону мы все видим это зону своего влияния на черное море где она раньше его не ощущалось вот и эти украинские базы которые будут строиться с помощью турции опять же и нефтеразработки в черном море которым собирается приступить анкара это по совершенно меняет ситуацию мать и то есть я не думаю что турция такой же верный друг азербайджана что будет стоять за его интересы но у нее есть возможность заставить армению отступить москва должна будет играть найти способ играть сам король если она этого не сделает то ее просто вытолкнут из за урегулирования глеб олегович говоря о внешней политике россии как бы вы оценили работу министра лаврова и на сегодняшний день какие главные бы вы видели задачи во внешней политике для россии с кем нужно дружить а с кем лучше как говорится не дружить ну во внешней политике мы стоим просто перед грудой развали россии то есть и сейчас даже невозможно сказать что является внешней политикой россии то есть удивительным образом путин начавшие именно с внешней политической повестки и успешно достаточно пришел к тому что он все в развалинах дело в том что министерство иностранных дел лавров является в принципе вспомогательным сервисом хорошим или плохо лавров но он устранился от фактического руководства политикой и ею руководят в общем оперативники и руководят олдскульные спецслужбисты методами операции спецоперации они так представляют себе для них любой внешне политический проект это спецоперация ну и все спецоперации они проваливают особенно последнее время поэтому я не могу даже назвать что-либо что-либо успешное то есть даже в случае где можно сказать карты шли в руки сами значит с например после избрания трампа москва совершенно не сумела сориентироваться в происходящем и предложить как бы реальные реальные соглашения которые сняли бы нагрузку давление на трампа тогда часто уже довольно поздно вот ну может быть неплохая идея заморозить этот договор по ракетам на на год но это в общем уже палео поэтому мне даже трудно сказать где есть какое-то место в среди направлении российской внешней политики где можно говорить хотя бы о частичном успехе я просто его не нахожу если беларусь тоже фактически потеряна и путин вынужден идти в обозе лукашенко просто явного я не знаю путин сам не в лучшем состоянии но лукашенко просто явно безумен значит оказаться в зависимости от лукашенко это плохая идея поэтому лавров здесь ничего не может сделать он не входит в узкий круг путинский он как бы во второй лиге а фактор китая так ли уже сегодня важен или еще важен для россии как скажем так объединиться с китаем против сша не но эти такие идеи вообще не работают что бедница с китаем против сша сейчас московская политика в огромной степени в зависимости от китая поэтому фактически договорившись с токио в итоге путин вынужден был своими же руками сломать все договоренности значит чрезвычайно интересные выгодные для россии ради того чтобы не сердить китай в средней азии без китая не решается ни один вопрос но я думаю что скоро он и на кавказе ни один вопрос не будет решаться поэтому здесь нет такой ситуации что россия выбирает как и разыграть китайскую карту это китай выбирает как разыгрывать московскую но путин пока сопротивляется тому чтобы превратиться просто в что ли военного сателлита китара поэтому я думаю что надеюсь что на это не он не совет безопасности не пойдет для полегать вот вы говоря владимира путина очень политкорректно так мягко сказали что он не в очень хорошей форме сейчас очень много разговоров по поводу его здоровья идет многие говорят что его не видно где бы он ходил с кем был он там встречался как бы вы оценили на ваш взгляд я понимаю вы не врач и как говорится не можете дать точную характеристику того что происходит на ваш взгляд действительно серьезно ли болен владимир путин или это все такие конспирологические измышления ну вы знаете эти слухи ходят ну лет десять поэтому я уж как-то привык из них обходиться я не нужно скажем так не нуждаюсь в этой гипотезе то что путин не хорошеет это для меня очевидно то что он как бы как бы теряет под влиянием собственной собственной как бы игры играя путина он уже не путин он уже человек который вынужден все время играть великого путина играя путина он стал заигрываться он он как бы неудачно шутит все более неудачно и как бы как свойственно нам старикам в общем рассказывать анекдоты значит которым нужны добавочные примечания чтобы вообще кто-то понял вот у него проблемы с речью но их тоже можно объяснить как ломку личности как попытку как бы разыграть другую другого человека чем он на самом деле есть он не убедителен но его вот это поэтому он отказался от этих как бы помпезных представления разговоров с народа так называем а потому что невозможно уже было смотреть просто просто все вокруг и потом он всех глубоко презирает знаете он как-то не часто не договаривает и потому что он смотрит на чека и думает сколько тот хочет от него и что именно хочет от него по улице поэтому все это можно объяснить не прибегая к гипотезе о его болезнях но я не могу оценить это состояние я вот тоже сам не в лучшей форме значит в атмосфере этой к видной атмосфере последнего полугодия которая вообще действительно даже дистантно действует как-то разрушая людей разрушая повседневность по все немножко сумасшедших глеб олегович в конце нашей передачи быстрый и короткий вопрос-ответ какой бы главный совет вы дали владимир путину если бы он вас попросил об этом правильно организовать уход уйти это трудно это трудная работа помимо того она не такая уж приятная но она эта проблема решаемая и примерно можно все представить разные варианты и решение но ее надо решать для полегать большое вам спасибо за это интервью за то что вы уделили на время хоть и в позднее и и и поздно уже а мы хотим вам пожелать здоровья а бодрости и как говорится может быть еще раз мы с вами побеседуем для наших радиослушателей большое вам за все спасибо большое спасибо вам за интервью спасибо до свидания до свидания